Мы, когда приезжаем с чемпионатов Украины, привозим первое место, уже никому не интересно. Не интересно уже чемпионаты Европы. Кстати, у нас в Запорожье даже не встречают, когда мы приезжаем с чемпионаты Европы с золотыми медалями, с чемпионата мира с золотыми медалями. Нас только встречают, когда мы приезжаем с паралимпийских евро. Человек, который всегда тебя ждет, в любое время дня и ночи. В 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Позвонила мама, доча, я тебя жду. Мы приезжаем, уже она борщик, супик там, ну что есть у нее, она всегда накроет на стол. Она очень гостеприимная, ее все очень любят. Так, это варенье, мам? Ма, это ты варенье, да, открывала? Будем чайка с вареньем пить. Вот я, когда приезжаю с паралимпийских игр, или с каких-либо соревнований заграничных, или просто на Украине сборы проходят, я всегда приезжаю к маме на ее борщ, на ее кашу, блинчики ее. Когда мама, муж был жив, он очень вкусно готовил несколько блюд. Это тортики, блинчики, кашка рисовая. Вот мама пытается сделать рисовую кашку, такой, как дядя Толя делал. Не всегда получается, но все равно вкусно. Вот родительская еда, она самая вкусная. Вот вроде бы нету там мяса, фасолька, да, но оно как-то с душой сделано. Так, детством пахнет. У нас времени очень мало. У нас 10 тренировков первая, 4 вторая. А между тренировками мне еще надо брата свозить в больницу к лору. Он у меня инвалид первой группы. А еще помимо этого дочка родила двойнят. Девочка и мальчика. Так что я еще и бабушка. А у меня мама тоже бывшая спортсменка, поэтому она тоже, как бы, знает эту жизнь. Моя молодость, моя. Вот это я. Я участвовала в соревнованиях. Это тоже я, в Магоборье. Я все время в спорте. Мама знает всех моих спортсменов. К ней в гости приезжали и поздравляли с днем рождения. Она с ними общается, они ее поздравляют с днем рождения. Они приезжают вместе со мной к ней сюда ночевать. Когда у нас нужно в Запорожье приехать, переночевать и дальше поехать. То есть мы приезжаем к маме. Ты там что, разминочку делаешь? Давай, походи, да, сделай минут 15 ходьбы на тренажере. И хорошенько порастягивайся, хорошенько. Легкая атлетика – это многообразие. Это много в одной легкой атлетике видов очень много. Это и прыжки, это и бег, это метание, толкание. Это и молот. В общем, мое отделение – это метание. У нас негде тренироваться. У нас есть такое место, да, отвели ее футболистам. Там мы очень многое время тренировались мы еще, когда я была спортсменкой, здоровая с моим тренером. Потом пришло время, построили заправку, разбомбили нашу вот эту площадку, на которой мы тренировались. И там образовался типа пустыря. И на этот пустырь в свое время вывозили мусор. Вот я ходила лет 10 по всем инстанциям, просила нам этот пустырь отдать, чтобы мы могли своими силами этот пустырь как-то для ребят с инвалидностью облагородить. У меня этих писем целая куча, куда только я не обращалась, кому я только не обращалась, обещали, но ныне в гостан. Мы привели в порядок эту площадку. Площадка была идеальная, мусора не было. По сей день мы на этой площадке с Машей, с Колей, с нашими детками пустим траву за свои деньги. Мы убираем мусор, там люди живут рядом, они приходят, шашлычки там делают, да, в нашем кругу там еще что-то делают. Здесь, на этой площадке, вот на этом месте, на этом пустыре вот куются золотые медали. Иногда у меня, честно, уже в последнее время опускаются руки. Опускаются руки из-за того, что я не могу предоставить спортсменам, деткам с инвалидностью, хорошие условия, вот такие, как условия получают наши спортсмены здоровые. Вот я приведу к вам пример. Два года мы подряд покупаем абонемент за свои деньги. Как это за свои деньги? Нам дают один раз в год сборы. И за эти сборы, вместо того, чтобы, допустим, спортсмен купил кусочек мяса, то, что он бы хотел, мы покупаем себе абонементы. Так, с пятерочкой будем делать или два с половиной? Четверг у нас день, это такой, который мы посвящали всегда гимнастическим упражнениям, растяжки, какие-то, может быть, прыжочки, стопы, руки, кисти. Это то, чтобы немножечко эта спастика уходила, нужно специальное упражнение давать. Вот. И вот мы по четвергам делаем, допустим, такие упражнения. По вторникам у нас идет только скоростная работа. То есть это какие-то прыжочки, какие-то там ускорения, там барьерчики небольшие. А все остальные дни уже идет силовая и плюс скоростная силовая работа. Ну вот. Сейчас на зиму, сейчас мы вот начинаем уже силовую поднимать, потому что, если сила падает, то, соответственно, падает у нас результат. Я, взагалі, завжди хотела цим займатися. И тому я, мабуть, шукала шляхи такие, чтобы можно было десь попасть в сборную. Я за школу выступала там в разных спортивных действиях. Но мне лекари не давали цим займатися. И поэтому я в другом классе, я с мамой уже пішла до своего лекаря. Мне на рік такая доведка, там, где забороняют заниматься спортом. Ну, я с мамой подивилась. Мам, дай доведку. Я ее порвала. Мам, ну, будет, как будет. Дякую маме, что она мне доверилась. Мне было 9 лет. Я очень хотела в униво-спорт. Дуже. Я знала, что я национальная сборная команда Украины, но я думала, что она находится в Киеве. Я думала, что я школу закінчу и поеду до Киева. Будь-який спорт. Будь-який. Ну, кроме плавания. Мне не понравилось плавание. Мне говорят, что я не хочу на металях. Хочу без вопросов. Куда-то хочу. Мы пошли к Тамаре Удивриевне. Она меня увидела. И говорит, что мы станем чемпионом. Тут же она мне сказала. Через два года мы поехали на чемпиат. Открытый чемпионат России. Я два золота забрала и приехала. Когда мы с ней приехали в Лондон, и она заняла золото, вы себе не представляете. Во-первых, у нее слезы радости. У меня, вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки по телу идут, потому что, знаете, когда спортсмен и тренер – это одно, единое целое, то ты чувствуешь так же. Вот ты чувствуешь спортсмен, он чувствует тебя. Если ты волнуешься, спортсмен волнуется. Она когда ко мне прибежала, говорит, тренер, вы видели Китаянка? Толкнулась только-то. Маша у нас есть план «Б». Какой? Со скачка. Ха, все, поняла, пошла. Со скачка раз, она ее обтолкала. И когда она на пьедестале стояла и плакала, я точно так же плакала вместе на пьедестале, когда гимн звучал и поднимался наш флаг. Знаете, это дорого стоит. 13-й рік я с ней працюю. Так, 2008-го року, мне было 19-е роки. Я дуже ей вдячна, что моя мрія здеснила. Моя мрія, это дуже была великая мрія. Я в школе писала творы на тему. Яка ваша мрія? Я еще спортсмен, моя мрія, чтобы на честь мою грав гимн Украины на пьедестале. Молодец. Мне понравилось, как ты сегодня делала упражнение. Особенно вот эту тяжелую часть, взять я на грудь и рывок, которая у нас очень долгое время не получалась. Спортсмену не надо помогать на тренировке, его надо вести. Спортсмена надо учить. Его надо иногда хвалить, иногда ругать. Но мои спортсмены знают, если я начинаю кого-то ругать или повышаю немножечко голос, они уже прекрасно понимают, что ага, все, они уже где-то грань переступили, все, Тамара Владимировна голос подняла, значит, что-то мы делаем не так. Вот сейчас мы едем к брату. Брат у меня инвалид первой руки. У нас операция очень тяжелая, 6 лет назад. Рак, ствола головного мозга. У него с утра разболелось ухо, я его записала к лору, сейчас я его свожу к лору, а завтра мы едем в стоматологию. Я сейчас напишу капельки, вы покапаете, попьете таблеточки, если это не пройдет, тут невропатологу пусть не занимается своей мировацией. Угу, хорошо, да. У меня лично есть амбиции. Мне нравится, когда мои спортсмены достигают определенных целей, да. Я тогда понимаю, что я на правильном пути, что я делаю что-то так. Моя карьера закончилась на кандидата в мастера спорта. Мой рекорд в Запорожской области еще не побит в метании диска, да. Результат у меня был 52-36. Я была в десятки сильнейших. Там я отношусь как к второй маме. И у нас более семейные отношения, скажем так. Ну, 12 лет всю сознательную жизнь знаю человека. Мы не только на тренировании встречаемся, мы в жизни встречаемся. Если нужно куда-то поехать, отдохнуть или поехать, это же вопрос решения относительно чего-то. Мне нужно туда поехать, например, в лекарню или что-то. Я с тобой поеду все. Было такое, что у меня была в руке пухлина. Я ей говорю, что я делаю? Мы поехали. И сразу мы за тиждень все решили. Она зі мною до Киева поехала. Вона как мати. Она завжди подходит, спитает, как ты себя чувствуешь, что будем делать. Если это плохо себя чувствуешь или что-то болит, она сразу изменяет тренировку. Она чувствует, может где-то геркнуть. Это для меня особливо, когда я где-то в панице или из прострации и что-то не выходит. Геркнули, хоп, она в настрою. Это очень позитивная человек, это очень энергия, она очень справедливая. Она очень справедливая. Если что-то не так, и самое главное, это працювать с ней, ей доверять. Она мне доверяет, я ей доверяю. Это у нас обовязковая умова, потому что, если не будет доверия один до одного, если будет какой-то суммин, то работа не будет. Все мигания, она разом зі мною, это очень важно. Если там будет какие-то вопросы, я иду до головного тренера, могу и выше пить, что как так без тренера? И это для меня очень важно. И когда у тебя целый стадион, 80 тысяч народу, скандует что-то, но я ее слышу. У меня сейчас, когда мы входим на сектор, первое, это контакты. Я ее вижу, она у меня наберет. И все. То, что там на округе происходит, это у меня не относится. У меня муж второй греблей занимался. У нас почти брат у меня немножко занимался, но он больше по машинам баги, гонщиком был. У меня дети мои тоже спортом занимались. Сыну было 11 лет, сделали очень сложную операцию, в школе его ударили в живот. До этого он занимался металл-копьем, тренировался у меня. И дочка тренировалась у меня. Ну, не суждено сыну было стать спортсменкой. Дочка была спортсменкой, потом вот вышла замуж, стала тренером. Я ее очень долго перетягивала сюда, в инвоспорт, говорю, мне нужны помощники. Верочка, давай, у нас с тобой получится, потому что ты знаешь технику, так как я, ты видела, как им, ну, тренировки, как я провожу. Ты чувствуешь ребят, потому что ты их всех знаешь, ты с ними общаешься, они тебя знают. Давай переходи к тренеру. У меня на это ушло три года. Мы в паре с ней работали. Ну, наверное, лет шесть. Она вышла замуж. И до последнего не говорила нам, что у нее будут детишки. Я когда узнала на сборах, она прислала мне фотографию на УЗИ, что у нее будет двойня. Мне так хотелось кричать, а нельзя было никому говорить, никому. Мы выехали с тренером. Там есть такое озеро, где шахты заброшенные были и затопили шахты, получилось озеро. Я там уже кричала, радовалась. Дочка звонила. Да, дочечка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok